Друзья, всех приветствую! Прошла неделя, я снова еду встречать очередной автовоз с двумя автомобилями из Японии. Опять пришло две Хонды, на прошлой неделе пришел Step Wagon и Freed, сейчас пришел Freed и Honda Crossroad. В этом году просто бум какой-то на Freed, многие ими интересуются, многие заказывают, покупают, потому что действительно машина хорошая, функциональная, но и по доступной цене, несмотря на то, что там 12-13 года, можно найти, как я уже говорил, с пробегом до 100 тысяч километров в хорошем состоянии автомобиля. В общем, сейчас будем разгружать и я вам их покажу. Так, ну что, подъехали, уже разгрузили, вот он автовоз, на что есть красная кабина, две машины выгрузили, остальные машины поедут в Краснодар. Хонда Freed 2013 года, это Хонда Freed, полный привод, она у нас вышла с доставкой до города Воронежа, миллион четыреста восемьдесят, но полный привод. И Хонда Crossroad, она у нас по цене чуть попозже тоже озвучу, все они пока грязные. Хонду Crossroad мы загрузили. Покажник, резины в Владивостоке купили, диски и много-много здесь другого. Поэтому, но это не все на эту машину, один комплект на эту машину, второй комплект на сцебагон, который я показывал в прошлом выпуске. По Crossroad, что хочу сказать, сиденья в принципе все чистенькие, на потолке есть вот пятно, но можно будет, я думаю, отхимчистить это все. По панели передней тоже никаких глобальных царапин нет у нас, все в принципе в порядке. По поводу Фрида на обеих машинах сел аккумулятор. Фрид вам немножко покажу, сейчас такой он гламурный у нас, смотрите, ездила девушка. Оплетка такая вот у нас гламурненькая и в цвет оплетки коврики. Эта машина была куплена во Владивостоке, не с аукционной Японии. Хозяин не захотел ждать два с половиной месяца, потому что ему срочно нужна была машина и решили найти его в Владивостоке готовый вариант. Сделали компьютерную диагностику, проверили толщиномером, все полностью проверили, показали ему. Ну и он согласился на покупку и решили оформлять куплю-продажу, договор куплю-продажу и покупать машину. Итак, давайте по Хонде Кроссроуд пока немножко подробнее расскажу. Машина 2009 года, 131 тысяча километров пробег, аукционный лист 3,5 балла. Она сейчас, конечно, грязная, но я вам все равно в круг ее покажу. На аукционном листе на самом деле абсолютно ничего критичного нет, несколько мелких царапин и все. Вот когда помоем, конечно, если получится, я ее сниму еще отдельно. Ну, она в очень хорошем состоянии по кузову. Она у нас на литье, фары, конечно, уже 2009 год мутные, но их нужно будет полирнуть и все будет прекрасно, хорошо смотреться. Это машина 2ВД. По сумме она у нас вышла с доставкой, да, города Воронеж, миллион триста. В черном цвете. Резина, в принципе, тоже в хорошем состоянии. Ничего, абсолютно никаких здесь вмятий, никаких царапин. Нет. Хорошая машинка. Если бы она еще была, конечно, 4ВД, но 4ВД идут дороже. Извиняюсь за посторонний шум, снимаю прямо на трассе ее. Поэтому автомобили ездят, создают большой шум. Как сказал, 4ВД идут подороже, поэтому у нас был ограниченный бюджет. Ну и согласовав, конечно же, мы купили 2ВД автомобиля. Здесь у нас один ключ. По салону она, сидение, в принципе, не затертое. Надо здесь, конечно, пропылесосить, но сидение не затертое, в хорошем состоянии, не замяты. Посмотрите, какая боковая поддержка здесь. Подлокотник очень удобный тоже. Места здесь достаточно в этом автомобиле. Сзади, к сожалению, я вам пока не покажу, сколько места, но зато вы здесь можете судить, сколько места, если сложить сидение. Здесь сейчас загружено 4 литых диска, 4 резины комплекта. И, по-моему, что-то еще. По-моему, еще дополнительный какой-то комплект резины я уже точно не помню. Это нас клиент попросил купить ему в Владивостоке резину докупить. И плюс еще один комплект попросил купить человек, который нас заказывал, Honda Usta Vagon, что я вам показывал в прошлом выпуске. Поэтому здесь вот несколько комплектов, и все зашло спокойно. Еще и тут до потолка место, конечно, осталось. Все в пакете упаковали и довезли до места назначения. Машины обе, к сожалению, пришли с разряженными аккумуляторами, поэтому пришлось подкуривать их. Сейчас машина работает. Вот, видите. Так, раз, два. Три. Ну да, четыре резины и четыре литых диска, получается. Четыре колеса и четыре диска. Причем резина не просто голая, тоже на литье. Багажник большой. Вот такая вот машинка. Поэтому, друзья, еще раз, кто хочет автомобили с Японии, Кореи, Китая, то, пожалуйста, пишите в WhatsApp, обращайтесь. Скажу сразу, что с Кореи это автомобили, конечно же, подороже, там от полутора миллионов и выше. Дешевле, наверное, сейчас автомобилей с Кореи нет. В Китай можно различные автомобили привезти, особенно если китайцы, то это тоже можно там и в полтора миллиона, в 1,6 уложиться, и в 2 миллиона. А вот с Японии, почему многие заказывают с Японии автомобили? Потому что здесь можно найти бюджетный автомобиль по доступной цене и до миллиона рублей, и за миллион, и за полтора миллиона. Скорее, вы до миллиона рублей ничего абсолютно не купите. В Японии можно купить. Поэтому, кто каким бюджетом располагает, то там и заказывают. Все просто. Поэтому, кому нужен автомобиль, обращайтесь в WhatsApp, всем вам привезу, помогу. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok